Так, ну что, ребят, всем привет, ролик по поводу битка и ситуации на рынке, но самое интересное в том, что у нас, конечно же, появилась новость, и многие ее уже схавали, мне уже в личку человек 5, наверное, написало, и в чате даже закрытого клуба скинули эту новость, начали все ее обсуждать, что что-то значит, но я вам сейчас покажу, что все делается то же самое, многие почему эту новость забыли, потому что она была когда, а я вам сейчас покажу когда, ну, намекну так, полгода назад, угадайте когда. Да, и сейчас эта новость также повторяется, и альткоины сейчас где находятся, наверное, на хаях, да, в просадке минус 90%, ну, давайте я вам покажу, вот, вышла сегодня новость, вот, Market Tweets, сообщается, спотовый эфир ETF, и все, конечно же, паблики, все новостные сайты, СМИ, все это продублировали, что вот у нас спотовый ETH, кстати, интересно, эфир ETF от Franklin Templeton появится на сайте DTCC, DTCC, the Trust Clearings Corporation, которая осуществляет клейинг сделок на Насдахе, ну, то есть листинг, да, и добавляет вот эти тикеры и так далее, и, как вы понимаете, вот у нас уже должны залистить, также еще у нас, я так понимаю, wisdom 3 будет здесь, iShax и так далее, я думаю, с этим ясно. Вторая новость, которую скинули Вот эта новость разлетелась побольше Потому что тут типа негатив и был зашит он еще вчера Но новость многие заметили только сегодня Вот, и с утра сегодня она появилась И я так понимаю вчера вечером Что с 30 апреля, то есть буквально через 3 дня Мы прям боимся Запретят использование биткоин, ETF И любых других криптоинструментов В качестве залога для финансовых сделок И там была пометка еще в США Именно в США, блять То есть США, которая создала биткоин США, которая соответственно у нас Регулирует его всячески Придумывает законы И соответственно вводит ETF То есть добавляет и крупные компании Такие как BlackRock, MicroStrategy Там я не знаю, IBM JP Morgan, там то есть вот эти Фонды ARK Invest, ну и прочее Wisdom 3 тот же самый, Franklin Templeton Ну вы знаете их прекрасно без меня Вот, они закупаются криптоин, биткоином И эфиром в частности, но при этом Нам рассказывают байки, блять Что конечно же все запретят и все Пизда крипторынку, ребята И когда это рассказывается Именно на откате локальном Ну окей, на мини-коррекции текущей И на дне рынка по альткоинам Я вам показываю Открываем, да, вот этот файл Он действительно имеется Официально его даже скинули Чтобы все рабы системы прочитали Что здесь запрещается Ну как вы понимаете, то есть уже Ну верить в этот бред Ну я лично смысла не вижу И конечно же многие думают, что все Надо, чтобы все это признали ценными бумагами Надо, чтобы все это зарегулировали И все якобы отменят ETF не будут работать Ребят, ну это полная чухня Потому что вот у нас ETF, то есть включая биткоин И другие криптовалюты Это у нас подчеркивается Как инвестиция И получается должны обсуждаться 100% там и так далее Ну и в принципе говорят, что Ну якобы это не одобряют Ну какая разница, что там одобряют Это если у нас SEC Ну как бы главенствующая Организация А это организация, которая просто Листит на бирже Вы скажете Ну если не залистит То ничего не будет Ребят Ну если биткоин залистили Номер один криптовалюту Которую все называли до этого Эти же люди Пирамидой С кем японцы Что они в нем не заинтересованы И так далее Как они говорили Это в 18-19 году И с самого начала его создания А потом, когда уже накачали его И когда уже плотно закупились По 60-70 тысяч Они начали говорить Что это защита от инфляции Это средство защиты от кризиса Блять От всего только можно Понимаете От падения фондового рынка Надо идти в биткоин Потому что это самая безопасная Ну понятно Ясен хер Что биткоин Самая безопасная монета Но опять-таки Это тот же пирамидос Только в профиль Да что называется Так вот На официальном сайте Вот торгуми На бирже фонды Якобы они что-то там Заделистили Но по факту Никакого делистинга не было Да Как вы наблюдаете Если загуглить Тот же Franklin Template Template То как вы видите Вот у нас Имеется один Сейчас давайте на английский переведем Чтобы оно не багалось И соответственно Вот у нас Эфир ETF Уже залищен Уже залищен На официальном сайте Чтобы вы понимали Вот у нас еще Здесь имеется Понимаете Ну вот давайте ЕТХ Эфириум Напишем Эфириум Вот у нас Эфир Имеется Битвайз Совпадение Да Далее получается Что у нас имеется Ванек Фонд Franklin Template И пока что Все Далее давайте глянем Биткоин Ради интереса Найдет ли здесь биткоин Биткоин ETF То есть у нас Здесь нашло Получается Аж 26 совпадений Ну тут наверное Скорее всего поменьше Вот у нас имеется ArkInvest 21шекс Ну то есть это фонд Кэти Вуд Далее Прошекс у нас есть Еще один Прошекс Биткоин и эфир MarketCap Обратите внимание Вот то же самое Биткоин и эфир Equal Вот то есть эфир Уже по факту Был залищен Только нам об этом Не сообщали Вот Битвайз Далее биткоин Еще Битвайз У нас здесь Еще Еще далее Прошекс Прошекс Глобал у нас Еще Прошекс Волатилити Какой-то индекс Тут Валькерия Тоже фонд у нас Какой-то Неос ETF Виздом 3 Инвеско Галекси Диджитал Также Еще Валькерия Еще Битвайз Еще получается Глобал Икс Фиделити У нас есть Грейскейл У нас здесь имеется Также Ванек Еще раз Айшекс Акшекс Это Блэкрок Вот Биткоин Далее получается Еще Биткоин Прошекс Еще Валькерия У нас имеется Тидал Тир 2 Какой-то Раундхил У нас еще имеется Вот то есть Видите 26 совпадений Залищено вот этих ETF Но по сути Как вы понимаете Естественно Ну на каждый фонд По отдельности Вот конечно же У нас также Еще вышло На крипторанке Это новость Что вот заявляют Что ETF С использованием Биткоинов Будут иметь Нулевую залоговую Стоимость по кредитам Ну то есть Люди даже не разобрались В вопросе И по сути На данном этапе Вот инфраструктура США Выполняя функции Центрального депозитария Ценных бумаг Является частью Более крупной организации Там и так далее Ну и по сути Запуск сфотовых ETF Привер к росту К институциональному интересу Приток и замедляется Типа там все Уже Grayscale Наоборот продает Блокорг продает Не инвестирует Ну и сообщает Что ETF С рисками использования Биткоинов Будут иметь Нулевую стоимость По кредитам Ну и по факту Типа якобы Нулевая ценность Как многие подумали Но по факту Это не так Это просто фат И вот Самое интересное У нас тот же Франклин Темплтон Это у нас Форглок Отмечает в телеграм-канале Вчера Что токенизированные Активы Они занимаются Я говорил Вот эти фонды Которые занимаются ETF Они метят в CBDC Тему токенизированных активов А это оно и есть И она токенизировала Казначейский фонд На 380 лямов долларов А помните Я снимал ролик на канале По поводу этого Да Что у нас Франклин Темплтон Тот фонд Который у нас инвестирует В биткоин ETF И который получил Одобрение И листинг на NASDAQ И на NISET И так далее Да То есть Они инвестируют в Stellar А Stellar это что Это номер 2 Экосистема Ну на уровне С Айплом Да То есть XRP XLM То есть Это 2 CBDC Криптовалюты Которые В первую очередь Должны быть у вас в портфеле Я об этом рассказывал И вот Они инвестируют в Polygon Matic И в Stellar Вот как оказывается А по ходу У нас тот же самый Polygon Matic Он у нас Относится к тому Что Получается Он у нас Выходит ISO 222 Чтобы вы понимали Стандарт Да То есть У нас есть Айпл Квант XDC Эфир Ашбар Алгорян Стелар Ада Кардана Йота Также Солана Село Констеллейшн Вот это криптовалюта Energy Web Economy Chainlink Filecoin V-Chain Альянс Блок Еще какая-то монета LCX AP3 Basic Attention Token AF И Unibright Вот Поэтому самое интересное Действительно Вот эти вот криптовалюты Относятся к этому И CBDC Это будущее Как вы понимаете Ну и в принципе То что они инвестируют И официальная инфа Об этом появилась То как вы понимаете Действительно Это все Не просто так И вот сейчас я вам покажу Эту картинку Которая здесь изображена Получается вот она И как вы наблюдаете Вот этот фонд Franklin Templeton Вот у нас Тизер Circle Имеется вот эти компании То есть USDT USDC Потом соответственно Paxos Ну это где Pax Gold USDP там и так далее Вот у нас Government Securities То есть уже одобрили Polygon Matic То есть признали по сути Ценными бумагами А если их признали там Ценными бумагами Ну либо как-то там Они замешаны С вот этой темой Отсек Да Что их одобрили В принципе Это не значит Что они скомунут Это не значит Что они укатаются Это наоборот Хорошо Значит их легализовали Как себе DC Криптовалюты И значит сюда Придет бабло Понимаете Вот И это не значит Что их там Задилистят Блять Соскамят Или укатают в цене Нет Это значит Что к ним Придет бабло И здесь на практически 385 лямов долларов Они проинвестировали И это один фонд Только один Еще по-любому Сюда подключится Потом BlackRock И так далее Я уже за это рассказывал В закрытом клубе Больше такой инсайт инфы Но самое интересное Не в этом Самое интересное В том что я вам хотел показать Что было в октябре 23 года Когда было дно По альткоинам Если кто забыл То мы открываем Доминацию альтов И соответственно Смотрим Вот у нас октябрь Вот у нас получается Лето И вот здесь как раз таки Доминация альтов Была на днище Вот здесь как раз таки И вот здесь Когда у нас доминация альтов Большинство альтов Еще было на дне Да Некоторые стартанули Еще с 14 октября Как я и говорил Но Самое интересное Не в этом Что вот здесь Было днище по альткоинам Где-то с 22 Ну даже я бы сказал бы С 23 по Получается 28 октября То есть еще можно было Закупаться И самое интересное Что 24 октября Как раз таки Вот на дне По доминации альтов И по альтам Многим Когда они находились На днище Я напоминаю Летом осенью Вот и в частности В октябре Тикер для спотова Биткоин ETF От BlackRock Получается А IPTC Только что был удален Помните Вот эти Вот эта клоунада Когда была Что твиттер сек Взломали Там еще когда ETF запускали Потом тикеры Были добавлены Потом удалены Понимаете Причем все это было сделано В тот же день То есть они добавили Потом удалили И многие конечно же На этом фоне Штаны обосрали Подумали что это все Херня Ну как вы видите Зайдя на официальный сайт Что здесь все Как было Так и осталось 26 совпадений Понимаете И до сих пор Тот же самый BlackRock Вот если написать IBIT Он у нас действительно есть Вот у нас IBIT IHX Биткоин Вот он Получается Вот этот биткоин ETF Который у нас должен быть Понимаете И Многие конечно же Перепугались Многие перепугались IBIT C Получается Ну давайте глянем Вроде интереса То есть переходим на сайт IBIT C Вот Ну здесь не находит IBIT Если просто написать То как вы наблюдаете Здесь тоже найдет Вот у нас IHX Вот их фонды Видите Вот это все скорее всего BlackRock у нас имеется ввиду Вот И действительно Многие Ну как бы Вот у нас BLK Вот у нас Invesco имеется То же самое Ну это может быть Тоже к BlackRock отчасти Относится Я думаю с этим понятно И действительно Сука Видите То же самое было на дне То есть вот эти пугалки Когда альты были в жесткой просадке И на днище И второй момент Это было 24 Буквально на следующий день Уже с утра Тикер IBTC У нас Снова появился на сайте То есть они сначала Залистили Потом Через несколько часов Там удалили Потом На следующий день Обратно добавили С утра И Добавление информации На сайте Никак не связано С одобрением Запуска ETF От данного фонда Такие все паниковали Биткоин стоил по 15 тысяч Вот И запустила Такую платформу В феврале 23 года И делится Вернее Делистица Делится с Binance Техническими и другими ресурсами То есть по сути Компания Которая официально Одобрена США Да Где штраф был заплачен 4-3 миллиарда То есть по сути Binance заплатила его Ричард Тенг Стал во главе Который был Бывший регулятор Из Сингапура Вот И как вы понимаете Сейчас он Ну по сути Ну Уже подстроился Под регулятор Из США То есть официально Binance уже признана Официальной компанией Из США И Есть даже Отдельное подразделение Binance United States Binance Binance US Я думаю вы знаете И так же Как вы понимаете В Гонконге Получают лицензию То есть по сути Компания из США Биржа из США Будет Еще раскрываться По сути В китайском подразделении В Гонконге А тот же самый Гонконг Я напоминаю Что она сотрудничает С компанией Ripple Stellar Visa И Mastercard Вот Я это тоже уже Показывал Поэтому кто не верит Ребят Ну Это дело ваше Я уже в принципе Это показывал на сайте То есть Можете сами Зайти это посмотреть Вот Если нажать на Гонконг Получается Вот он у нас появляется И давайте глянем Вот Смотрим С кем они сотрудничают Вот я давайте Покажу даже Ripple Напишем И вот В начале 20-го года Гонконг Монетарный авторитет У нас выбрала 16 фирм Включая Ripple Visa Mastercard Получается Alipay Чтобы участвовать В пилотной программе Ну если Ripple То и Stellar Потому что Stellar Это форик Репла И Visa Мастеркард Откуда компания Из США Я напоминаю Так же как и Ripple Для того чтобы тестировать CBDC технологию Вот Смотрите В начале 20-го года Протестировать конструкции CBDC По критериям Web3.0 Там депозиты Трансграничные платежи Автономные И так далее Токенизированных активов Расчет Совпадение Да И та же токенизация активов Я напоминаю Сейчас вводится От Franklin Templeton То есть по сути У нас признали Polygon Matic Stellar CBDC Криптовалютами И я сука за это говорил Еще 2 года назад И год назад И в этом году я это говорил И это постепенно Признается И отрабатывает Это вполне ожидаемо И читаемо Просто надо включать мозги И понимать Если правительство Там фонды Хотят заниматься Темой токенизации Там цифровизации NFT То есть это все одно и то же Это все CBDC Это все цифровизация Понимаете Убирать наличку И делать все на цифру То очевидно Что эти криплюты Которые занимаются Сука этой темой Дают экосистему И вот эти экосистемы Фундаменталы Там в виде Polygon Matic Solana ETH Binance Smart Chain Это все CBDC Понимаете И Stellar Сайплом в том числе То есть делаются новые проекты И вот для чего Они на самом деле Были сделаны Чтобы сделать CBDC систему Понимаете Экосистему даже Глобальную А не для того Чтобы просто дать людям Заработать Там либо так далее Понимаете Вот Еще из интересных моментов То что у нас скоро будет Халвинг эфира Эфира классика Буквально 27 июня Да Потом у нас 4 августа Bitcoin Diamond Также Zcoin 12 сентября 20 ноября 24 либо 25 года Пока непонятно Хотя здесь написано Ноябрь А здесь 27 июля В общем пока непонятно Также халвинг Ковинкоина Биткоин Ну естественно В 28 уже году Вот И по поводу Интересного индекса Мне скинули Что есть у нас Индекс фондового рынка Индекс страха и жадности Вот Не знаю Насколько он правдивый Я лично считаю Что это такое Ну как бы Непонятная И непостоянная величина И на самом деле Херня Если честно Вот Ну как вы понимаете Тут тоже дело Дело каждого Верить в это Либо нет Но как вы понимаете Естественно Вот этот страх И жадность индекс То есть сейчас Показывает страх По сути Да То есть за все время И естественно Как только произошла коррекция Ну там уже Дело за вами Верить в это Либо нет Но я не ориентировался Что это показатель Прям по крипте Поэтому здесь ориентация Скорее всего на индекс S&P 500 NASDAQ Dow Jones Может быть TQ Вот По поводу новостей Шиба ину Возглавил рейтинг Робин Гуд И я уже говорил Что естественно У нас Робин Гуд Холдит данную крипталюту Больше всего Если перейти В тот же ARKM Давайте ради интереса Посмотрим То есть у них идет Ну очевидно Биткоин эффект Да Шиба На третьем месте Совпадение То есть они брали Еще на дне Я помните Показывал Когда у них было Где-то 300 или 400 миллионов Сейчас у них Где-то около 3-4 там 5 иксов Да И логично Что у них конечно же Миллиард На данном этапе То есть они ее Не продавали Evalanche CBDC крипталюта Link CBDC крипталюта Comp DeFi проект Aave Тоже имеет стандарт 1222 и DeFi проект Dex Uniswap DeFi проект Matic Тоже CBDC Как вы понимаете Ну и остальные Там по мелочи Вот поэтому Совпадение не думаю Да то есть Если такие фонды Холдят У которых в обороте Там 15 миллиардов долларов То очевидно И так же Это централизованная биржа В том числе Из США Вот То по-моему Очевидно Что конечно же Это все будет дальше развиваться Здесь индекс страхожадности На основе биткоина Показывает 67 Здесь 51 То есть действительно Люди боятся Люди не хотят покупать И действительно так и есть То есть люди ждут ниже 60 тысяч Я это показывал По поводу ликвидации лонгов Да действительно Они происходят На десятки Сотни лямов долларов Но это все такое И вы понимаете Индекс сальсезона У нас в принципе Немножко откатился Но это все херня В моменте Как вы понимаете Это все равно Донное значение И мы еще не прошли Даже 60% движения Да даже я бы сказал 70 Вот Исходя из данного индекса Поэтому может быть Треть движения Мы прошли Но еще остальные Там 70% Которые мы попидуем И как раз таки Это есть Памп от 10 иксов И выше Далее у нас Марафон Диджитал Получается компания Майнинговая Увеличила целевой Свой показатель И сказала Что достигнет Хешрейта 50 экзохешей То есть в 2 раза больше От текущего Что есть сейчас 25 К концу 24 года Далее получается То что у нас Аирдроп В двух Мем токенах Окупил предзаказ Web3 смартфона От Солана И по сути Как вы понимаете Данные Мем токены Ну кто-то Видимо заработал Да на Cat&Dogs И Манеки Ну опять же таки Манеки Я не помню Залистили Либо нет Давайте глянем Да уже Залистили Как вы наблюдаете Ну и в принципе Пропампилась Эта монета Есть также Монета Меу Она есть Также На Мэксе Здесь она Откатилась Ну в моменте Дала Получается Зна Около 3-4 Иксов Сейчас Откатывается Ну будем Посмотреть Что называется По поводу цены Кстати И волатильности Цена В небольшом Откате Лой мы не Обновили И вряд ли Обновим Волатильность Естественно На выходных Донная Поэтому Удивляться Ничему не надо Доминация Эфира Растет Доминация Бенби Тоже Растет Доминация Альтов Ну как бы Подупала Но лой Не обновила Вот это Ключевое Вот пока Мы не обновили Лой То есть Никакого обновления Минимумов Не будет Здесь уже Доминация Уздт Хоть и отскочила Но как вы понимаете Все равно Дальнейшее снижение Неизбежно Уздси Дает То есть Как вы понимаете У нас естественно Тоже Постепенно Давят вниз Чтобы Киты Закупались Ну показывают Нам это Журналисты узнали О поиске Пантера Кэпитал Одного миллиарда Для нового криптофонда И Блумберг сказала Что они стремятся Повлечь инвестиции И запуск был Запланирован на апрель Ну уже как бы апрель Минимальный порог входа Квалифицированных инвесторов Траншей Установлен на уровне 25 лямов Ну и предыдущий фонд 1,3 миллиарда Сформировала еще в 22-м году Что вы понимали И самое интересное Парадигм Привлекает у нас 850 миллионов долларов То есть почти миллиард Ну и далее Форклок говорила Что у компании План появлялся 250 лямов На выкуп Салану И в апреле Компания Андресен Хоровиц А16З Собрала 7,2 миллиарда Инвестиций Вот Поэтому такие вот делы Если по поводу Данных фондов Да То есть давайте посмотрим Я в принципе их показывал Ну давайте покажу еще раз На том же арк Здесь Юнисвап Они держат на 300 лямов И это явно все Не случайно Поэтому те кто Не верит Очень даже зря И как вы понимаете Киты естественно Продолжают накапливать Компаунд Эфир Оптимизм Юнисвап И так далее Если глянуть Тут же там Парадайгм Да Парадигм Кэпитал То давайте посмотрим Что они ходят Эфир ЛДО Оптимизм Получается Ну и другие монеты По мелочи Далее Что еще Пантеря Кэпитал Да нам упомянулось Давайте глянем Что по ней Пантеря Кэпитал У нас ходит больше всего Эфир Рендер токен ЕТХ Икс Вега Который я также советовал СД Екокс И так далее Вот Если глянуть У нас имеется 7 адресов И посмотрим Что они здесь Холдят Получается Здесь они держат На 407 миллионов долларов Больше всего Эфира ЛДО Ну и в принципе все То есть ЛДО Опять же таки На базе сети чего Эфира Я думаю понятно Пантеря Кэпитал Давайте посмотрим Здесь у нас Выходит 18 адресов И держат они Примерно Ну опять же таки Это может быть Не все кошельки Какие-то анонимные Но из тех открытых 276 миллионов долларов Монета Онда Файненс И Ван Инч Обратите внимание Ван Инч на 41 миллион На 10 лямов эфира Аудио Аудио тоже в сети эфира Рендер токен у нас имеется ETHX И другие монеты Я думаю с этим понятно Ну поэтому действительно сходится И тот же Ван Инч Я уже советовал неоднократно Я не знаю почему люди Не хотят его покупать Ну пускай не покупают Он кстати вообще не упал Как вы наблюдаете Вообще ни хера не упал И явно должен быть В вашем портфеле Монета Онда Я ее советовал Давал Она есть на Мэксе Поэтому даже сейчас Можно ее приобрести Вот она стоит В накоплении Поэтому если кто до сих пор Ей не затарился Настоятельно рекомендую Потому что потом Она может улететь И вы можете не успеть Да вот такая вот ритма Уже полтора месяца Стоит в накоплении Как вы понимаете Ну а по поводу Какой там еще фон был А16Z Да Вот И монет Арбитрум Естественно Некоторые сейчас сидят И ждут по совету Какого-то хомяка блогера Что они будут сидеть Выцеживать 60 центов 70 центов Там 50 20 Можете ждать хоть до срачки Скорее всего не дождетесь И будете ждать ниже Даже если их дадут Стакнет Тоже можно купить Пока он в жесткой просадке Тоже советовал неоднократно По поводу вольткоина И аркома Вольткоин Видите Выкупают И ниже не дают совпадения То есть здесь идет выкуп И ниже цена Не планирует идти Как вы поняли Далее арком Давайте глянем Арком кстати Тоже особо не откатился И уже даже сейчас В плюсе Несмотря на откат Плюс 70% с дна Вот Поэтому я тоже за это рассказывал И говорил что монеты Внезапно улетят И вы потом не успеете Зайти Я думаю с этим понятно Ну и в принципе эфир Аудио Аудио так же я советовал Монета высокоисковая Но в принципе имеет место быть Потому что сейчас Она находится на днище Находится в накоплении И накопление здесь Имеется тоже около 2 лет Вот Поэтому монета может Ебануть очень сильно Она сейчас находится На донных значениях 20-го года Чтобы вы понимали И в принципе в просадке Она сейчас около 97% Охуительное время Что покупать И вот В принципе в потенциале Монета может дать От 10 Самая минимальная Я думаю 20-25 иксов Вполне если вернется На вот эти хаи Вот Поэтому монета тоже Достойна вашего внимания Кто-то скажет С камтом и так далее Кстати я советовал монету Белл Белла протокол Да то есть на данном этапе Она помпанулась На 4,5 икса Откатилась на 70% И сейчас идеальная возможность Добрать ее Вот она 2,5 года Почти стояла в накоплении Поэтому Это ваш идеальный шанс По поводу монеты ЛДО Также ее советовала Как вы наблюдаете Она ни хера не упала Особо тоже ее выкупает Лой не обновляла Поэтому однозначно Должна быть в вашем портфеле Вот Ну и последний фонд Это у нас А16Z Как вы понимаете Давайте глянем Что по нему Тут 30 адресов И угадайте Что она держит Больше всего Больше всего Здесь она держит Конечно же монету Юнисвап Сейчас она подгрузит И тогда мы увидим Наконец Что же они держат Ну естественно Стоимость в долларовом Эквиваленте уменьшилась Но помните Я вам показывал 44 миллиона монет Они как были Так и остались Несмотря на просадку Я смотрел это еще До падения Юнисвапа На 50% Также есть компаунд SNX Синтексис Да То есть больше всего Юнисвапа Ну давайте сначала Компаунд Я вам покажу Что по ней Компаунд тоже DeFi Dex проект То есть охерительно Откатилась То есть сейчас Коррекция в районе 50% У вас идеальная Возможность ее подкупить Потому что Ну если вы не купите Ну потом будете покупать На хаях И будете об этом Сильно жалеть Вот если глянуть Здесь накопление Имеется тоже Около 700 схем Дней То есть я не знаю Что вам еще нужно То есть толпу Изнуяют боковиком Специально здесь Даже лой обновили Ну потенциал 10-15ксов Даже из текущих Ну то есть слой Мы здесь обновили На получается Еще мы падали Получается 75% Чтобы вы понимали Ну если даже взять Текущую стоимость То это падение Где-то процентов 50 То есть в 2-3 раза Еще цена упала Специально Ну там были разглоки Я напоминаю Разлоки да Если кто забыл Поэтому помните об этом Что еще у нас Юнисвап Юнисвап тоже советовал Миллион раз Отличная возможность Сейчас докупиться На коррекции Поэтому здесь В потенциале Можно заработать Тоже те же там 5-7ксов То есть тоже пришли К тем же отметкам Сушисвап Здесь потенциал Конечно побольше Если смотреть С точки зрения Иксов Ну и кстати Ее выкупают Обратите внимание И не падает она Совпадение да Наверное ниже Надо ждать Вот ну я стебусь Если кто не понял Здесь потенциал 20-25 Можно даже 30 иксов И тоже мы пришли К тем же сука отметкам А это офигенный сигнал То есть мы пришли К тем же донным значениям И откатились Здесь от хая Получается на минус 97% И вот здесь Как видите Октябрь 2020 года Совпадение да Здесь октябрь И здесь октябрь да И здесь 23 год И здесь 20 Понимаете Совпадение да Вот это я кстати Вот этого не видел И самое забавное Действительно так и есть То есть это год халвинга 20-й Здесь получается Не год халвинга Понятное дело Но год накопления И 20-й тоже был годом накопления А сейчас у нас 24-й год халвинга И потом здесь был 20-й год халвинга Ну то есть реально Совпадение не думаю да Хоть здесь дно было И в 23-м году А не в 24-м Но тоже октябрь И здесь тоже октябрь Ну как бы интересные Такие совпадения да Вот что еще А суши, я напоминаю, это форк Юнисвапа, если кто не знал Вот, поэтому, то есть он сделан на базе Юнисвапа Кейк тоже самое, отличная возможность сейчас прикупить Поэтому потенциал даже с текущих, если вы проебали дно, вы можете купить его сейчас в 3 раза дороже Но это не критично, здесь потенциал 10-15x вообще в легкую Бисвап советовал миллион раз, тоже отличная просадка Здесь коррекция минус 60 даже процентов, вам дает просто самое дно практически И здесь потенциал хода, ну как вы понимаете, тоже 10x выше В принципе, здесь мы можем сходить вот сюда, даже здесь 25, а может даже 30x Поэтому обязательно должна быть тоже у вас в портфеле А Эйв тоже советовал, да, она давала лютейшие x и уже, да, я это тоже видел Но, в принципе, монета тоже находится в накоплении Да, она показывала памп, она сделала перехай 17-го года Кстати, тоже одна из немногих монет, которая сделала перехай в следующем цикле Хотя многие говорят, да нет, стояки такого не делают Но здесь потенциал от 7x выше, я думаю, понятно Вот, поэтому по поводу новостей, в принципе, разобрались Далее получается у нас, что SEC обвинила биткоин-майнера Гоузин, какой-то майнинг, впервые слышу о нем Мошенничество на 5 или 6 миллионов долларов Но, ну как вы понимаете, это все болщит И я об этом не верил И сказали ложно, утверждали о наличии контрактов на поставку электроэнергии Типа по низким тарифам Сказали от инвесторов, что никогда не покупали майнинговое оборудование Подключались к сети Не предоставили обещанные услуги по возможностям Там, которые говорили И стратегия добычи круглосуточного мониторинга операций Вот, и по сути говорят, что вот они якобы майнили С ноября 2021 по декабрь 2022 То есть это у нас, сколько выходит, 3 месяца И только сейчас Только сейчас они спустя, сука, 2 года А то и 3 года об этом вспомнили Совпадение, и все это происходит на дне альтов Да, совпадение И многие думают, ой, сейчас другие майнинговые компании засудят Опять запретят майнинг, ой, все, хана Вот, далее у нас Ксай Илона Маска привлек 6 миллиардов А соцсеть Икс, ну, то есть Твиттер Стала одним из акционеров И, кстати, есть ЖШ-акции до сих пор, да, Твиттера Если вы понимаете, да То, в принципе, акции Твиттера даже сейчас можно купить Ну, понятное дело, что сейчас они уже откачили на 60% Но тут дело ваше, покупать либо нет Кстати, я помню, советовал Ту же Али Бабу Она даже сейчас на днище Поэтому у вас есть охерительная возможность Она уже год на дне Также у нас есть какой-то китайский индекс Блин, сейчас бы вспомнить, как он называется Вспомнил, Квеб называется Даже сейчас он на дне Поэтому, да, он уже немножко приподнялся здесь С колен, скажем так, плюс 60% Но даже сейчас он находится здесь в накоплении Поэтому успевайте И вот здесь, получается, он находится уже почти 3 года Вот И у вас есть охерительная возможность Заработать на китайском секторе И здесь потенциал иксов Ну, от 3-4 иксов выше Поэтому я считаю, сейчас тоже офигенная возможность По поводу Spotify Тоже был на дне Я его, кстати, тоже советовал Поэтому можно было взять PayPal Кстати, до сих пор на днище До сих пор Поэтому PayPal можно еще взять Netflix, помните, я тоже советовал Вот, Netflix тоже отрос уже И отрос, кстати, довольно-таки значительно Здесь уже почти в 4 раза Я его тоже давал на дне Zoom По-моему, Zoom еще не отрос Насколько по-моему Да, Zoom тоже в накоплении уже почти 2 года Поэтому у вас потенциал Здесь вы можете взять Около 10 иксов даже Если мы вернемся на эти хаи Поэтому Zoom тоже в накоплении На тех же отметках Когда он был Во время короны В 2019 году Совпадение, да? Далее Что у нас еще Есть такого интересного По поводу новостей То, что у нас NFT-инвестиции Джастина Бебера Обесценились на 95% И, по сути, вложил 2 ляма Но я не думаю, что для него Это большие деньги И в 2022 году Ну, конечно, он купил это на Медвежке Естественно, это была часть ошибка И, получается, Арком Подсчитали потери 94,7% Ну, то есть 95% И осталось у него 100 тысяч долларов На самом деле, это хороший признак То, что, наоборот, NFT Надо покупать Пока они стоят Бесценок Да, они могут искомануть Это еще более высокорисковая тема Чем крипта Ну, сами спотовые монеты Да, если на споте покупать Ну, как вы понимаете Вот у нас партнерство Того же Степана возрождается И тема NFT возродится И вот, смотрите Вот у нас Минимальная цена упала На NFT Джастина Бебера Видите, максимально топят Эту тему Чтоб люди в нее не заходили Вот у нас вот эти Популярные обезьяны Борт Апи Ягд Клаб Тоже упала в 90% Также объем NFT коллекции Дональда Трампа Упала в 99% И, как вы понимаете Как раз-таки Это самое время Чтобы покупать NFT Понимаете Я считаю Надо разобраться в этой теме Потому что явно Раз цена упала Значит, надо покупать Вот Поэтому, если кто Соответственно Не верил в это Да, и не верит Ну, окей, хорошо Люди делали на этом Хорошие бабки Но, так же и прогорали Поэтому, тема рисковая Вот, кстати Я не заметил новость Что у нас, оказывается Мейкер Дау Увеличит вложение У нас 600 миллионов долларов В проект Этена И здесь алгоритмический Стейбл УСДЕ Да, как у Таралуны Но, в принципе Как вы понимаете Тот же Binance Я находил кошелек Что они инвестируют В Этену Получается Что они инвестируют В Этену Получается 400 миллионов долларов Самая интересная Монета вообще Еще ничего не показывала То есть, она Залищена, кстати У нас на Мекси На Bitfinex Бинансе А также Еще и на Байбите Есть Поэтому, самый большой Объем Угадайте Где, конечно На Binance Но, самое интересное Не в этом То, что мы открываем Эксплорер Да, здесь 38 тысяч Двести холдеров И, как вы наблюдаете Binance держит здесь На 261 миллион Здесь еще на 80 Ну и суммарно Если сложить Дважды два Да, то есть Получается у нас Еще два кошелька Ну, давайте Почитаем То есть у нас Ну, давайте Округлим 30-30 60 60 плюс 80 Это 140 140 плюс 60 Это 200 200 плюс 200 Сколько будет? 400 миллионов Здорово 400 миллионов долларов Проект ТЭНа То есть, они хранят На 1, 2, 3, 4 адреса И еще там Может быть адреса Какие-то скрытые Как вы понимаете Вот, также у нас Имеется биржа Гейтайо на 20 лямов Держит Байбит Держит на 47,5 лямов Вот, поэтому Binance держит на 400 миллионов То есть, почти на полмиллиарда Вот Поэтому, я считаю Опасаться вообще здесь нечего И проект Обязательно достоин Вашего внимания Поэтому, если кто не закупал Ну, настоятельно рекомендую Если вы видите Такие проекты На кошельках китов Таких как Binance Бирж Да, топовых То, естественно Это все не случайно Далее, трейдер заработал 20 лямов На мем-токенах Но это тоже шара И вот нам советуют Вив И Бонг Но обычно такие новости выходят Когда надо заходить Хомяков на хаях Поэтому очевидно Что уже поздно В эти монеты лезть Далее у нас СМИ Конечно же Расследование В отношении криптопапы Какого-то из Китая И вот у нас бывший директор Производитель CBDC Китая Яо Цан Стал фигурантом Правительства Расследования Ну и в принципе Вот Является важная фигура Из 2017 по 2018 год Был первый главой отдела Исследования цифровых валют Местного банка И получил прозвище Криптопапа Ну и по сути Конкретные причины Расследования Не разглашаются Ну типа Явно какие-то Там нарушения закона были Ну и по сути В 2020 году Вышла его книга Чтобы вы понимали Посвященная Веб 3.0 8 апреля Опубликовал статью Биткоин ETF О регулировании И получается С 2017 года Назвал Жемчужиной Финтекста Да И призывал Ускорить их Запуск Вот И Китай Тестирует цифровый юань С конца 2019 года Вот А я напоминаю Еще раз Если кто забыл Что у нас В 2020 году Управление Гонконга У нас начало запускать Пилотные проекты В том числе Принимались И желающие работать До 31 января В начале 2023 Гонконг выбрала Компанию Рипл Из США Компанию Виза Мастеркард И Алипэй Я думаю понятно Вот Поэтому тоже Имейте это ввиду Это тоже все Не случайно Ну и Китай Тестирует с 2019 года Выявил в 2023 Один из крупнейших банков Банков Чайна Начал испытание Электронного юаня Посредством подключения К сим-картам Вот Поэтому конечно же Все будет анонимно Как вы и ожидаете Да Далее у нас Майкрософт сообщили О дефиците Облачной инфраструктуры Для ИИ Ну и при этом говорят Что прибыль За третий квартал Финансового учреждения Ну и в принципе У нас есть спрос Который немного Повышает предложение Ну и походу Тоже требует Финансирование дополнительное Далее получается У нас За то что Блумберг узнал о покупке Пантера Кэпитал Токенов Солана На аукционе FTX И конечно же У нас думают Что типа все Пора покупать Солану Но Солана уже Знадавала 20 иксов И кстати Этену тоже выкупают Как вы видите Вот Солану Не знаю Есть ли смысл покупать сейчас Ну тут дело каждого Я лично сейчас не покупаю Да Коррекция 40% Ну блять Ну сколько там даст Это Солана 3 икса 5 иксов Ну ради этого Покупать практически на хаях Я смысла не вижу Далее получается У нас Сео Криптокванта Сказал что смешивание Криптолюд Ну миксеры Да вот эти Которые мошеннические По сути И преступные Говорит что якобы Это не преступление Но по сути Заявило законности Серверсов Смешивания Ну и по сути Как вы понимаете Что ну это Как бы такие себе заявления Тем более с его стороны Вот Далее у нас Теравульф Назвал руны Спасательным кругом Для биткоин майнеров И по сути Говорит из-за того Что там доходность падает Надо использовать руны Типа чтобы на них зарабатывать Я так понимаю Далее у нас Международный валютный фонд МВФ Признал потенциал биткоина В качестве драйвера экономики То есть за альты молчат Молчат Совпадение да Но зато рассказывают Что якобы там все хана Но при этом Не все хана Потому что ровно то же самое У нас было получается В октябре 23 года И делистинги вот эти И прочий бред Он конечно же сопровождался тем Что нам пытались ссать в уши По поводу того Что ребята конечно же Все якобы Ну и потом узналось Что никак оно не связано Но при этом Все новостные издания Рассказывают Что все там заделистят Уберут удалят там И так далее И бойтесь Ой-ой-ой По факту никто ничего не делистил А даже если в моменте Они там что-то уберут сайта То как вы понимаете Это дело двух секунд Вернуть все обратно Это просто пугалки Вот я думаю с этим понятно Ну и по сути Эфир ETF уже у нас Появился на сайте Поэтому те кто там Пугается Очень даже зря И уже тот же эфир ETF Вот у нас имеется От Битвайза У нас имеется от Ванека У нас имеется Франклин Темплтон И вот получается То есть уже от трех фондов От трех фондов Уже все залистили Поэтому то что там Якобы что-то не одобрят Либо запретят Ребят это полная туфта Для дурачков Понимаете Потому что то же самое Было на дне рынка В октябре месяце Двадцать этого года Вот такая вот аналогия И совпадение Не думаю Далее у нас получается То что рынок После хранка Что именно мешает Кайплю там расти Видите обсуждается Эта тема И конечно же Вот экономическая ситуация На главном рынке В США Конечно же Типа S&P 500 Там или еще что-то Вот же у нас же Шпанда падает Поэтому кайпта не растет Но это полная херня Потому что киты Просто накапливают объемы Вот Пока толпа там сидит И чего-то ждет И сомневается Что вообще Альцезон будет Бычаринок и так далее Коиншекс у нас говорит Что институциональный инвестор Увеличивает долю Солана В своих портфелях Ну конечно же Солана Что же еще И как до этого нам сказали Что надо покупать Солану Да И вот у нас типа Пантеря Кэпитал это делает Ну и здесь скорее всего То же самое Ну и вот нам говорят Что естественно Вот они накапливают Солану Накапливают Вот только биткоин Эфир Мультиэсет какой-то То есть мультиактивы Полькодот Кардана XRP Полигонматик и другие То есть и опять же таки Нам рассказывают Что ребята все Надо инвестировать именно в Солану Ну на самом деле это смешно Но при этом говорят Что интерес компании Рипл Значительно снизился Вот Типа XRP они не покупают Но это все естественно фейк Рауль Павел на рынке Альткоинов Начинается криптовалютное лето У нас говорит И по сути капитализация Готовится к достижению новых рекордов И наступает капитализация На самом деле так и есть И многие не ожидают Что рост будет летом Но он будет Так же как не ждали В 2021 году Во время коррекции Говорили что все сейчас Упадет еще ниже Скам Люди едут отдыхать Ну да забыл Обычно любые системы Дампят рынок А не киты Да ну оказывается Вот так у нас все работает Ну как думают комички Но по сути естественно У нас рынок будет продолжать Расти И не надо в этом сомневаться Потому что те кто сомневаются Они потом будут залетать На хаях Майнинговый пул Виа битиси И принял участие В блокчейн лайф конференции И токен 2049 в Дубае Поэтому у нас Биткоин продолжает форсить Фиделити Фонд как раз таки Который получил одобрение ИТФ Говорит что количество кошельков С биткоинами на сумму От 1000 долларов выросло Но это мы уже Тоже слышали Увеличилось За 10,6 миллионов С 23 года Рост составил в 2 раза Но на самом деле Я читал где-то в 3 раза Вон Терракапитал у нас намерен Повлечь 1 миллиард И многие думают Что 1 миллиард Это для того чтобы купить Конечно же сука Солану Вот Ну на самом деле Это все смешно слушать Терраформлэпс То есть Таралуна у нас Объявила об уходе С американского рынка Вообще абсолютно насрать Если честно Поэтому на Таралуну Вообще похеру И специально выпускают Новости по поводу нее Чтобы люди боялись Что если Таралуна ушла Ну которая с камп Компания Да и перезапустилась По второму разу То остальные То так тем более уйдут Вот В Великобритании Вступили в силу Новые правила конфискации Криптоактивов Тоже пугалки продолжаются Чтобы вы не закупали Стивен Нераев Говорит у нас Что Эфир Это ценная бумага Потому что Эфир Централизован Ну как вы понимаете Естественно перешел На Proof of Stake Чтобы стать централизованным Да И это первое Второе Стать CBDC И третье Конечно же то Что ценная бумага Наоборот это хорошо Потому что Если его даже таковым признают А его обязательно таковым признают После того Как его поймут ETF Это по сути оно и есть Вот И как вы понимаете Конечно же Конечно же У нас Киты Объявят об этом Скажут Ну и Как вы Могли догадаться То что Естественно Естественно У нас Большинство людей Ну не верят в это все Считают что это все херня Там и так далее Но на самом деле Что вы должны понять В этой всей движухе То что Это наоборот хорошо И все будет отлично Когда поймут как ETF Потому что Ну большинство людей Не догоняют Что это позитив И это приток Нового капитала Вот и все Далее получается у нас Вочер Гуру Говорит о том Что старейший банк США Бениай Меллан Заявил о выходе на рынок Биткоин ETF Вот так вот Поэтому совпадение Да что ETF И продолжает запускаться Далее фонд у нас Андрей Сенхоревит СА16 Зеткрипто Какие-то стартапы Должны дважды подумать И не спешить Торговать с цифровыми активами На рынке США Ну типа того что Не надо Заходить Потому что вот Ценой бумага признают Сек засудит И так далее Но это все По уголке К концу 24 года Майнинговая компания У нас Марафон Диджитал Вдвое нарастит Мощность Ну это мы уже слышали Киты готовятся Покупать биткоин Эффект И другие криптовалюты Какие же другие Интересно Ну и вот у нас По сути Переводы Начали со 150 до 350 На биржу Coinbase USDC И по сути Пополнили баланс На 1,3 миллиарда Чтобы купить биткоин Эффект То есть покупают По любой цене Пока толпа ждет ниже Ниже 60 Да 52 Ждите Вот институционалы Начали вкладывать в Солана И избавились от XRP Совпадения Да Ну это мы тоже слышали Что якобы там В XRP всего лишь там Снизилось с 5% До нуля Не покупается Но если бы до нуля Тогда бы XRP бы укатался Уже давно В ноль И ну никто бы там Цену не удерживал Поэтому это полная Херня Полная хинея В которую естественно Поверит хомячок Какой-нибудь рядовой И подумает Что да А ну да Точно XRP никто не покупает Видите XRP как топят Специально Чтобы вы на дне не купили Вот проект Но зато Солану покупайте Когда она уже На хая Совпадение Ну тут дебилу понятно Что надо покупать XRP И Stellar Вот проект Представил инфраструктуру Для взаимодействия С разными блокчейнами Да И по сути В долгосрочной перспективе Как видите Вот у нас Различные вот эти блокчейны Там мосты И так далее Ну и в принципе Экосистема Тут даже обрисована У нас имеется здесь Binance Smart Chain Darknet Сьюи Ну может это какой-то Новый гем Так называя Экосистема Фундаментал Сей Мантл Там получается Эфир Метис Сей Фантом Арбитрум Полигон Эваленч Там еще какие-то Линиер И так далее То есть я думаю С этим ясно Поэтому обратите на него внимание Далее у нас Какие криптовалюты Могут достичь Финансовой Помогут достичь Финансовой независимости Эфир Нам говорят Надо покупать Онда И надо покупать Солану Оптимизм Ну из этого всего Я бы купил бы Оптимизм Онда Эфир Как хотите Ну Бласт Пока еще не залистили И Солану Поздно покупать Я думаю с этим ясно Глава Диабит Биржи Да у нас Убежден в бычьем тренде Биткоина И по сути Подтвердил мнение От других участников рынка Что рынок не перешел Под влияние Медвежьего рынка Да Но обратил внимание Что биткоин до сих пор Остается чувствительным К макроэкономическим факторам И геополитическим событиям Да По типу востока Которая никак не повлияла Но зато толпа Схавала говно Что называется Три токена дешевле доллара Покупка у которых Стоит рассмотреть На следующей неделе XRP Вот Далее получается Рубик У нас есть такая монета Вот И Ашбар Ну Тут как хотите сами На самом деле Покупать Ашбар Либо нет Мне многие спросили Когда же рост Ашбара Ну как видите Уже Я говорил Подождать То есть коррекция 40% В принципе даже сейчас Можно купить Ничего критичного нет Но если отсюда То процентов 30 Вот По поводу Рубика РБК Какая-то монета Давайте глянем Есть она на Мэксе Стоит ли ее покупать Ну в принципе можно взять Никто не исключает Но имейте ввиду Что она уже Показывала в моменте Сколько здесь Иксов Около там 4х Вот Ну и XRP Ясенхер Можно брать Как и Стеллар Поэтому пока не на днище Настоятельно рекомендую Пока они еще Не улетели Я думаю с этим понятно Ну а по поводу Там еще каких-то монет По типу Солана Я бы не стал бы Далее по поводу новостей То что у нас 5 альткоинов За которыми стоит следить В мае Это у нас Ван Хармони Это у нас Рендер токен Рендер поздно 30x отдавала Вивхэд 50x отдавала поздно НЕК тоже поздно Вот это получается 1, 2, 3, 4 А какая пятая Непонятно То есть 1, 2, 3, 4, 5 Ван Хармони Говорит Надо достигать Новой веки Ну дог вивхэд Я уже сказал Нету смысла Ван Хармони Можно взять Пока что Пока она не улетела Вот как раз таки Офигенная по ней коррекция С дна давала Около 4x Ну вот сейчас Можно добрать Потом потенциал Здесь ну 15-20x Кстати имеется Хоть говорили Что там разработчики Уходят Перекладывают ответственность Я говорил Что она может скомануть Но как вы видите Выжила Это скорее всего Были просто фад новости Специально чтобы люди Не закупались Но накопление здесь Уже тоже 2 года Но монета высокоисковая Поэтому имейте ввиду И проявляйте осторожность Нет Поздновато Рендер поздно Стеллар Да вот Стеллар Кстати можно купить Вот это хороший совет И видите Все чаще в новостях Форсят XRP Стеллар тот же самый И Стеллар Вот здесь у нас было в новостях Видите тот же Франклин Темплтон Получается инвестирует В него там 385 миллионов И в полигон Матик Поэтому естественно Эти монеты топят Чтобы вы их Не дай бог не купили Вот Но сейчас как видите Тот же Матик Можно еще взять Тот же Стеллар можно еще взять Поэтому покупайте Пока Сука Дают Сделать это на днище Вот тот же самый Полькадуот Можно взять Еще Кузаму Вот Кузаму кстати выкупают Видите зеленые свечки У нас и не пускают ниже Фитили забрасывают Но сильно ниже мы не падаем Из сильных монет Которые не падали На этой коррекции Это Лайкоин Видите он вообще не обвалился Продолжает его выкупать Догикоин Аналогичная ситуация Шиба Пепе Да давайте глянем Шиба Тоже особо не упала Откатилась в моменте Пепе Ну и давайте глянем Нерр протокол Который нам советуют Ну нерр я считаю Поздно брать То есть он сейчас на хаях И в моменте давал Уже около 8-9 иксов И здесь сходил К уровню перелома тренда Покупать его надо было Вот здесь Там вот здесь Весь 22-23 год И вот здесь В январе потолок Но покупать сейчас Ну не знаю Я смысла не вижу Поэтому тут дело каждого Далее получается Что у нас кардан Сталкивается с понижательным давлением Отсутствие убежденности в том Кто виноват Способствует потенциальному падению Нам говорят И может упасть до 40 центов Но это все Болщит Это все херня Потому что Та же ада кардана Сибири секрет И то что там упадет на 40 центов Но это Понятное дело Не сильное падение Но с текущих Это примерно Обвал должен быть Где-то процентов на 15 Многие думают Да это хуйня Типа это же возможно Там почему бы и нет Но по факту Ребят Заниматься вот этой херней И выцеживать идеальные отметки Смысла нет никакого Поэтому будьте осторожны И покупайте по текущим Пока дают Алгорян Кстати еще тоже не падала Откатила Да в моменте Сбрили здесь шарты Ну в принципе Даже сейчас Можно ее прикупить Если кто еще вдруг Не успел Далее получается У нас что еще Пантеря Кэпитал Естественно фонд На 1 миллиард Понятное дело Токенизированный фонд Франклин Темплтон Эпоха одноранговых переводов И поддерживает Одноранговые переводы Лидеры отрасли Хвалят шаг Как новую инновацию И Бенжи Занимает большую долю рынка Среди токенизированных фондов Казначейства США Вот Далее получается Что у нас еще То что криптокиты направляют 1,3 миллиарда На коинбейс И я это показал Что собираются Спекулируют на бычьей фазе Биткоина эфира Сигнал к покупке И это действительно так и есть Поэтому киты закупаются Толпа телится Мемкоины Угроза авторитету криптоюта Так думает венчурная фирма А16Z говорит Что мемкоины У нас типа Влияют на надежность криптоют Хотя это полная херня И как вы понимаете Этот фат уже был Чтобы вы не закупились Теми же мемами Или скинули их раньше времени Хотя вы видели Что тот же Робин Гуд Тот же А16Z И прочие фонды Они холдят Ту же Шибу Держат ее И не скидывают То есть они не продавали Они с иксами сидят Да имеют где-то около 4-5 иксов уже Но не продают Почему? Ну потому что ждут больше Очевидно Биткоин эфир сталкивается С решающим испытанием Поскольку у нас Срок действия опционов Истекает Конечно же Нас пугает опционами Нас пугает Таралуной Бинансом FTX MTGOX И так далее Одна и та же хуйня Понимаете? Но люди все равно ведутся И даже вот эта мулька С DTCC Что якобы они там Что-то запрещают Биткоин ETF Это все хуйня Они не могут это запретить И здесь видите То же самое было Они удалили тикер Потом они добавили Потом удалили Потом опять добавили И вот это И то же самое как сектам Сначала одобряют Не одобряют И вот так толпу раскачивают На эмоции Это эмоциональные качели Чтобы вы не знали Что вам делать Понимаете? Чтобы вы паниковали Чтобы вы сделали Необдуманные действия Вот зачем это делается Понимаете? Вот И толпа так и действует Толпа обсирается И ждет ниже Продает и ждет ниже А по итогу Рынок поебашет наверх Вот и все Сек подала в суд На майнера Но это мы уже тоже слышали Поэтому не переживайте Вот типа якобы Схема понцы 1.8 миллиарда Какие-то юридические прояснения Вот Далее получается У нас истекает опцион На 9.6 миллиардов Но это мы уже слышали Понимаете? Опцион Вот с этими опционами Давайте я вам даже загуглю Ради интереса Что вот у нас Options Options Давайте Options Options На миллиарды Давайте посмотрим И была ли у нас Такая новость до этого Давайте же посмотрим И вот у нас По поводу опционов Рассказывали 2 дня назад 4 дня назад Получается Запускает Срок опционов 2 миллиарда долларов 3 недели назад Совпадение Да? Тоже на днище Истечение 700 миллионов Видите? 700 миллионов 2 миллиарда 9 миллиардов И постоянно растет Вот так же истекает Полтора 700 2 1,5 9 26 Так же срок действия 3 месяца назад Когда это было? Давайте глянем Это наверное было На январской коррекции Вот у нас Да, 2 февраля Когда рынок восстанавливается Вот опционы истекут Далее 3-4 миллиарда Тоже истечение срока Видите? И разные цифры постоянно То 3 миллиарда То 10 Вот 26 января На коррекции Давайте глянем Биткоин Откроем 26 января Что у нас было? Вот открываем И соответственно 26 января Где это было? Рынок уже начал восстанавливаться Вот здесь нас пугали Когда у нас конечно же Перед этим Хотели сбыть шарты Нам вот здесь сказали Вот здесь вот Да, на вот этой шартовой свече Где побыли шарты Сказали нам Что ребята Блять Конечно же Все Биткоин пизда Вот уже на 402 Он восстановился И нам говорят Когда уже поглощение Видите? Вот здесь вот эта яма образовалась Ну вот такая вот квадратная И после этого мы летим наверх Конечно же Нам просто суд в уши И рассказывают Что ребята Ты что? Опционы сейчас истекут И вот здесь далее Что еще нам рассказывали? Что сейчас у нас Криптовопционы 11 миллиардов 4 месяца назад Когда же это было? Давайте посмотрим Это был получается 29 декабря Когда рынок начал падать Вот еще Истекает И вернет ли биткоин На 45 тысяч долларов Понимаете? Вот у нас то же самое И конечно же Нас тоже пугали Но при этом Как вы понимаете Эти пугалки Повторяются из раза в раз И люди даже этого Не отслеживают Самое интересное Вот и давайте глянем Я не удивлен Если они даже осенью 23 года были Такая же ситуация И давайте посмотрим Вот у нас опцион 4 месяца назад Срок действия Вот 5 месяцев назад Давайте глянем Это у нас по идее Ноябрь Вот не 1 декабря еще Далее получается 4 миллиарда долларов Вот 24 ноября Давайте глянем Ближе к этому Вот у нас Истечение срока 7 месяцев назад Давайте глянем Это у нас по идее Должен быть уже октябрь 13 октября Вот тоже На дне рынка Когда с 14 октября Мы начали пидорить Вот тоже нам говорят Что истечение срока опционов И видите Про опционы нам говорили Буквально каждый день Смотрите Вот 6 месяцев Там 1, 2, 3, 4 4 говорили Вот там Потом соответственно У нас запускает Файл коин Классификация ценной бумаги Потом там биткоин Вот истекает сегодня опцион И когда же это было В августе наверное Да Давайте глянем Вот у нас 8 сентября То есть опять же таки На днище Рассказывали что Ребята все Вот у нас Истечение срока опционов А может ли остановить Медведи И давайте же глянем 7 месяцев назад Это тоже скорее всего Был сентябрь И нас пугали Всячески Что блять Будет авбал 22 сентября И видите Пугают постоянно Одним и тем же Одним и тем же Но толпа все равно Ведется Почему? Потому что у толпы Память кукурыбки Как по опционам Рассказывают это уже Весь 23 год Так же с вот этим ДТСС А почему люди забыли? Потому что это было когда? Давайте посчитаем 4 месяца этого года И минус получается Декабрь Ноябрь Октябрь 3 месяца То есть 7 месяцев назад 7 месяцев назад То есть полгода назад Нам были те же самые новости То же самое было Вот здесь вот Видите То же самое Октябрь 23 Удалили тикер Многие обосрали штаны Здесь говорят типа Биткоин ETF якобы И эффект ETF запретят Видите И по сути потом добавили Все на следующий день обрат И я не удивлюсь Если завтра выйдет новость Что все мы отменили Это был фейк и так далее Так оно скорее всего и будет Поэтому ничему Не удивляйтесь Как говорится Ничего не обещай Ничего не говори Да Ну вот на том же уровне Поэтому И не надо Ну вестись на эту всю Чухню Которую вам Рассказывают Вот и все Поэтому не пойти мозги Ребят Запейте водой И понимайте Что ну Вас хотят Откровенно Обуть Да И очевидно Что конечно же У нас Новости абсолютно Одни и те же И просто толпа На них каждый раз Ведется Что вот там Истекут опционы Истекут опционы И это постоянно Одна и та же мулька Понимаете Одно и то же Далее вот у нас Как криптотрейдер Превратил торговлю Мемкоинами 22 ляма И конечно же Это монета Вивхед Боден Тамбонк И так далее Которые уже Отстрелялись Очевидно Далее у нас Генеральный директор Сантименты Объясняет Почему держателям Биткоинов Следует быть осторожными Говорит что Киты начинают Продавать рано Киты ничего не продают Они только накапливают Я думаю вы это уже Увидели Да То есть у нас На coinbase 1.3 миллиарда Завели USDC И печатают Дальше USDT USDC Зайдите в Лалерт канал В телеграм Или там На официальный сайт И посмотрите Или в твиттер Они постоянно Печатают бабки Киты И объясняют Что начинают продавать В то время как Мелкие держатели Покупают или делают Киты продают А мелкие держатели Держат Блять уже смешно Вот Обсуждают сложную динамику Рынка биткоинов После закрещения двое И по сути у нас Подчеркивают Осторожность инвесторов Вот Потому что они Трусят И боятся Потому что им в новостях Сказали что Блять После ханга Будет еще падение Но по сути Вот они сейчас Сидят Не закупаются И ждут этого падения На пониженной волатильности А я напоминаю Что также Пониженная волатильность У нас была в октябре Давайте откроем Если вы мне не верите Вот Давайте откроем Вот у нас октябрь Тоже пониженная волатильность В районе 1% Там Полпроцента Полтора процента Как и сейчас Ну сейчас повыше Понятное дело Потому что уже рынок отскочил Но то же самое было Вот здесь Вот видите И те же самые новости Та же самая волатильность Пониженная Специально И потом внезапно Рынок попидует наверх Поэтому будьте в этом уверены Просто будьте в этом уверены Однозначно оно так и будет Поэтому те кто Будет высиживать яйца Да Ждать Ну окей Хорошо Потом зайдут на хая Вот Потом матик у нас На фоне неоднозначных сигналов Типа неопределенно сеют И говорят что Колеблется Вот Рост сети на минимуме За последний год 12 месяцев Что говорит о том Что проект Теряет актуальность Да что вы говорите Да А почему же тогда Фонд Франклин Темплтон У нас инвестирует Практически 400 миллионов долларов То есть полмиллиарда Сука в стеллар И в полигон матик Интересно да Совпадение Противоречия не находите Да Но с другой стороны Нынешние инвесторы Сейчас сосредоточены На холдинге Сохраняя консолидацию То есть они Не заинтересованы За год блять Накопление да То есть пока в боковике Монета стоит На днище На днище Не заинтересованы Но поэтому холдят Но и люди думают Так мне покупать Или не покупать Или продавать Понимаете И естественно Все ведь неопределенно Что вы сука не понимали Что вам делать Понимаете Вот И конечно же Это все пиздешь Пока монета на дне Будут это рассказывать А потом Как только он будет стоить Обратно Доллар Два Два Три Четыре Они скажут Ребята Это гем Это CBDC Тут ETF На Матика Добрают Пора покупать Конечно же Это будет потом Но будет уже поздно Вот Четыре Креплют И поэтому Матик Сейчас Очень жестко И макают В грязь лицом Чтобы вы Не дай бог Его не купили И не заработали Ну и давайте По Солану А потом по монетам Путь Соланы 85 долларов Реалистичный прогноз Цен И потенциальный Отскок Может у нас Падение Сначала Поживает фазу коррекции Вот И по сути нам говорят Что ребята Солана упадет Еще ниже На 85 долларов Сначала Сколько там 120 Нам говорят Упадет Хотя она уже падала На такие отметки То есть это еще Падение на 10 А если 85 То это примерно Падение где-то На 36% Возможно ли это Возможно Но сука Вы понимаете Что на дне Новости такие же будут Понимаете Вы не угадаете Где но Поэтому надо покупать Частями Ну и четыре Креплюты Которые могут достичь Новых рекордов В мае 24 года Давайте же глянем Какие монеты нам советуют Покупать Биткоин Хорошо Бенби По 600 долларов Ух На хаяк Самое время Что там Эфир наверное Еще Битгет токен Давайте глянем Битгет биржа Есть такая Да Давайте глянем Битгет Битгет на споте Получается Кьюс ДТ Давайте глянем Где же она находится Не на хаяк Да То есть монета уже Дала Снища Давайте глянем Сколько Около 10 иксов Хотя 10 иксов За 2 года Это как-то слабенько То есть Все равно Загоняют на хаяк Пора покупать Говорят И монета Онда Единственную монету Которую я бы купил бы Это онда Все Биткоин Поздно Бенби поздно Эфир поздно Ну как вы понимаете Нахера покупать сейчас Бенби Как говорится Нахера Казебаян Потому что Ну кто захотел Тут покупал с нами По 200 По 300 долларов И так далее А покупать сейчас Сука по 600 Когда мы находимся На хаяк 25 года Блять Ну это клиника Понимаете Когда уже Тейксозна Вот Поэтому И самое единственное Что можно купить Это монету Онда Да Потому что Ее холдят фонды Я вам это тоже Сейчас продемонстрировал Показал Потому что У нас Вот тот же Получается Кто там Не А16З А этот Кто там То ли Парадигм Не не Парадигм Пантера по моему Да Пантера Кэпитал Холдит онда На 173 миллиона То есть Они не продают И холдят в анынче Поэтому эти монеты Однозначно Должны быть в портфеле Да Она дала 5 иксов Но сейчас она в откате И сейчас она отдала Около 4 иксов Поэтому имейте ввиду Что сейчас тоже Можно прикупить Пока она не улетела Вот Поэтому мысли Такие Такие дела Всем удачи И всем пока